Та-да-дам! Друзья, всем привет! Сегодня новый влог. И, как видите, я тут немножко при параде. Вот такая красивая я решила к вам сегодня выйти. Хорошего вам воскресного утра, если вы смотрите это в воскресенье, тот день, когда вышло это видео. И вообще начать хотела бы немножечко с распаковки. Я тут сразу, как только приехала из Дубая. Опять же напоминаю, что у меня целых восемь влогов на канале, поэтому обязательно переходите и смотрите их. Также у меня вышел один влог после, обзор на два Дайсона, какая между ними разница и что мне не понравилось именно в новом Дайсоне. Поэтому туда тоже переходите, смотрите эти видео. И когда я прилетела из Дубая, я заказала себе посылку. Вообще я показывала распаковку в своих социальных сетях, но, возможно, вы что-то пропустили или хотели бы послушать более подробно. Поэтому давайте скорее начнем. Первое, с чего я хотела бы начать, сначала с чего-то маленького, и потом будем переходить их к более такому крупному, дорогому и так далее. Начнем, пожалуй, с подводки. Я купила себе вот такую подводку от Catrice, как там блогеры делают. Вот. Вообще это делают для того, чтобы камера фокусировалась на руке, потому что, когда показываешь вот так, ничего не фокусируется. Поэтому приходится делать вот так. Вот такая, в общем, тут у меня подводка от Catrice стоила. Она очень дешевая, не знаю, может, тысячу или полторы тысячи форинтов. Сколько это в рублях? Ну, рублей 300 может быть. Это матовая, влагостойкая подводка. Вообще я очень давно не рисовала себе стрелки, и сегодня я тоже почему-то без стрелок. Но я намерена их начать рисовать заново. Я уже немножко подзабыла, каково это. Но, да, решила вернуться к истокам. Раньше я часто рисовала черные стрелки, и сейчас мне хотелось бы немножко вспомнить, каково это. Вот, я решила начать с такой дешевой подводки. И вообще, сама по себе она мне понравилась, но мне не понравилось, что здесь вот такой фетровый наконечник. Ну, конечно же, что вы хотели за такую цену? Фетровый наконечник, он очень быстро сохнет, он деформируется, пушится. А когда подводка с кисточкой, именно вот, чтобы кисточка была тогда, долго прослужит, очень классно рисует. Чаще всего эта кисточка очень тонкая. Нужно покупать как бы с кисточкой, но они, соответственно, чуть дороже. Вот, вот что-то вот такое я себе тут нарисовала на руке. Кстати, я загорела или нет? Мне кажется, немножко да. Вот, что-то вот такое я себе нарисовала. Ну, в общем, хорошая подводка, но не самая лучшая. Но для первого раза сойдет. Вот, также я купила себе тушь от Maybelline. Вообще, я очень часто покупаю эту тушь. Так, что у нас с фуксом? Очень часто я ее покупаю, чаще обычного. Чаще всего я пользуюсь именно вот этой тушью. У нее очень классная щеточка, она очень классно красит с первого раза. Так, щеточка. Покажешься нам или нет? Вот такая у нее, в общем, щеточка хорошая. Ну, я думаю, что многие знают эту тушь, поэтому тут объяснять нечего. Но если вы что-то рассматриваете для себя новое, и вы еще не пользовались этой тушью, обязательно приобретайте ее. Затем, извиняюсь за этот вид, не очень гигиенично, но я купила вот такой консилер от Maybelline в оттенке Fair, и это была моя самая огромная ошибка. А все почему? Потому что я думала, что этот оттенок мне подходит, что у нас опять с фокусом. Я думала, что он мне подходит, но посмотрите. Вот, видно, что консилер темнее меня. Почему-то я думала, что Fair это светлый. Не знаю почему. И, к сожалению, я уже тут и вот эту штучку сняла, в которой здесь идет такой спонжик. Просто спонжик это не совсем гигиенично, особенно если у вас есть какие-то проблемы с кожей. Поэтому чаще всего я такими спонжиками не пользуюсь. И я уже поняла, что... Точнее, я вспомнила, потому что раньше я пользовалась этим консилером, но это было очень давно. И я вспомнила, насколько этот консилер дурацкий. Потому что если вы убираете отсюда спонж, получается, что опять же спонж это не гигиенично. Если вы убираете спонж и вы выкручиваете консилер, да, пользуетесь им, то потом в течение дня у него вытекает консилер. То есть это вообще очень дурацкая система. И мало того, что я вспомнила, какой это консилер не очень хороший, еще и оттенок мне не подходит. Вот я нанесла на руку. Посмотрите. Он темнее моей загорелой руки. Я не знаю, что мне остается делать. Мне остается делать, наверное, только загореть еще летом, стать еще чуть темнее и пользоваться. Потому что этот цвет мне не подходит. Обычно я даже использую цвет светлее, но никак не темнее. Бывают в жизни огорчения. Что поделать? Затем я купила две расчески. Почему две? Сейчас узнаете. Первую я купила расческу. Посмотрите, какая она яркая и позитивная. По-моему, она называется Жанеки или Жан... Короче, я не знаю, как она называется. Но это очень модная фирма. Идет наравне с Тангл Тизер. И здесь написано, что сделано в Италии. Не знаю, видно или нет. Сделано в Италии. Представляете? И в чем плюс? В том, что здесь такие одновременно мягкие и одновременно твердые зубчики. Она не дерет волосы. Очень удобно, что ей можно расчесывать мокрые волосы. Ей можно укладывать волосы. Но, ладно, у меня есть Дайсон, поэтому расческой я укладывать волосы не буду. И ей очень классно можно наносить всякие маски для волос. В общем, у меня есть расческа, которая что-то типа Тангл Тизера, но это не Тангл Тизер. И вот эта расческа, она поприкольнее. То есть она как-то даже более бережно расчесывает волосы. И мне очень нравится, что она большая по диаметру. И сразу можно расчесать большой участок волос. Это прикольно. В общем, мне очень нравится эта расческа. В принципе, я хотела себе купить уже нового, потому что у старой уже как-то зубчики все погнулись. Вот. И вот такую позитивную расческу я себе купила. И также от этой же фирмы, Жанеки, я купила вот такую расческу. Я ее купила для того, чтобы укладывать, точнее расчесывать волосы после укладки Дайсона. Потому что, как видите, здесь зубчики идут все равно довольно часто. И когда вы расчесываете волну, у вас волосы просто выпрямляются. А здесь такие редкие зубчики. Кстати, сама по себе расческа очень твердая. То есть вроде бы это пластик, но она очень хорошо сделана. Вот такую информацию. То, что сделано в Италии. Вот. И здесь вот такие редкие зубчики. Очень удобно расчесывать волну. В общем, очень хорошо и очень качественно сделана. Она мне очень нравится. Кстати, я, наверное, довольно часто смотрю вот туда. Потому что там у меня зеркало. Я просто проверяю фокус, чтобы у меня фокус не слетал. Поэтому, если что, не обращайте на это внимания. Еще я себе купила спрей для волос. Вообще, я уже покупаю его, наверное, раз в пятый, если не больше. Это спрей от Milkshake. У меня есть несколько видео. Оставлю ссылки в описании. Про уход за волосами. Там я тоже рассказывала про этот спрей. И вообще про эту марку для волос. По уходу за волосами. Вот. Это относительно недорогой спрей. Очень качественный. И мне вообще его посоветовали в салоне красоты, когда я красила волосы в блонд. Вот. Мне посоветовали им пользоваться. Я его здесь купила. И теперь постоянно им пользуюсь. Вот здесь написано, что в составе у нас протеин, мед и какие-то экстракты. Вот. Но вообще, сам по себе, спрей очень хороший. Вот. Также и для волос я купила. Решила попробовать вот такую маску от Redken. Здесь, значит, почему-то это называется крем. Но вообще, как бы, это маска для волос. И здесь органовое масло. И чего-то там 12% какого-то там комплекса. Не знаю. Я в этом не очень сильно разбираюсь. Но вообще для себя я поняла, что больше всего мне подходит уход для волос от Redken. Не знаю, почему. Я пробовала разные фирмы, как и Milkshake. Но от Milkshake мне именно спрей очень хорошо подходит. И Керастаз, и там разные вот эти Ти-Джи, Матрикс и так далее. И я поняла, что именно Redken мне подходит для волос лучше всего. Не знаю, почему. Почему-то так вот на практике я выяснила. И я нашла очень классный сайт. Вроде бы классный, потому что я там еще не заказывала. Я нашла там литровый объем шампуня и бальзама. Так что, когда у меня будет заканчиваться мой Ти-Джи шампунь, я обязательно оттуда закажу литровый шампунь от Redken. И запишу обязательно отзыв. А пока в Натино... Вообще, откуда распаковка-то? Я все это в Натино заказывала. Пока буду пользоваться вот этой маской. И последнее. Нет, нет, не последнее. Подождите, не последнее. Предпоследнее. Что я заказала? Тоже уже не знаю, в который раз. Уже, наверное, 20-30-е. Не знаю. Вот такой крем для лица от La Roche-Posay. Effaclar называется. И это просто очень хороший увлажняющий крем. Вообще, он предназначен для людей, которые лечатся от акне. Этот крем просто хорошо увлажняет вашу кожу. То есть даже если у вас нет акне, вы можете купить этот крем. Вот. Потому что он не подсушивает. Это просто хороший увлажняющий крем. Ну, вообще, я думаю, что многие пользовались им. Поэтому тоже тут рассказывать нечего. Но если вы не пользовались и вы хотите просто найти хороший базовый крем, то, пожалуйста, вот этот крем я очень советую. Кстати, я только что заметила на телефоне, что даже если я делаю вот так, но у меня фокус на моем лице, тогда оно не фокусируется. То есть мне нужно убрать фокус с лица. И тогда фокусируется. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот такой факт. И последнее, самое главное, что я приобрела вообще, ради чего была сделана эта покупка. Да, как бы странно это ни звучало. Это аромат от Герлен, который мне очень сильно понравился вообще. Опять же, первый влог в Дубае. Советую вам посмотреть его. Там в Дьюти Фри я ходила и пробовала разные ароматы. И я остановилась, опять же, на полке Герлен, потому что у меня здесь два аромата от них. И вообще мне очень нравится этот бренд, эта фирма. И я подошла к коллекции Аква Аллегория. Вообще до этого, по-моему, я подходила раньше, но как-то не особо обращала на это внимание. И в 2000... Оказывается, в 2022 году вышла новая, скажем так, линейка или продолжение этой линейки Аква Аллегория, которая называется Аква Аллегория Форте. Именно Форте. И здесь вот такая золотая наклеечка. Мне так кажется, что это более насыщенные ароматы, потому что сами по себе вот эта Аква Аллегория, то есть само название, да, Аква, то есть очень легкая такая водичка. Вот. А здесь она идет более такая интенсивная. Мне понравился именно аромат, который называется Мандарин Базилик. Чем же он мне понравился? Пахнет... Давайте... Вообще сама по себе водичка очень легкая, но пахнет очень спелым мандарином, апельсиновым фрешем и фантой. И именно вот фантой очень хорошо пахнет. И я когда сидела на сайте Фрагрантика, это такой сайт про духи, и читала отзывы, там тоже очень многие писали, что пахнет фантой. То есть это как бы само по себе пришло мне в голову, но также я читала очень много подтверждений моих мыслей. Вот. И действительно пахнет фантой, но также пахнет после этого базиликом немного. Но вот основная часть, она идет на цитрусы. Сам по себе аромат, правда, не очень стойкий, то есть его хватает где-то часа на полтора-два. Но опять же, это такая очень легкая водичка. Не знаю, буду ли я покупать потом, когда у меня это закончится, но пока что вот мне очень-очень нравится. И также мне очень понравилась аллегория Форте Роза-Роза. То есть там вот аромат розы такой идет. Но, наверное, уже этот я не буду покупать. Не знаю, я подумаю об этом пока что. Вот. У меня пока немного другие планы на еще одну покупку одного аромата. Но вот мне очень нравится этот аромат. У меня в основном все ароматы мои тяжелые. Вот. Не знаю, нужно ли видео про все мои духи или нет. Напишите об этом в комментарии. Но вот разбавил, так сказать, мою коллекцию вот такой аромат. И еще что я хотела бы добавить. Мне на днях вчера, по-моему, вчера или позавчера, моя подружка, которая работает в бутике парфюмерии, подарила мне вот такое масло. Это настоящее арабское масло. Это фирма, которая называется Роза-Иль-Уд. У них в основном идут такие наборы, либо отдельно продаются духи и масло. Вот. Она мне подарила такое масло. Оно открывается вот так. Здесь идет к закрывашечкам. И получается, вы открываете, и здесь вот такая вот палочка, которой можно намазать ароматом. Вообще я хотела себе купить именно духи, но их пока нет в наличии. И когда их привезут, я обязательно куплю. Обязательно. Потому что они мне очень нравятся. Вообще это такой небольшой закос под Бакара-Руж. В одном из видео я говорила про это, но в котором я уже не вспомнила. Поэтому, может быть, кто смотрел мои предыдущие видео, может быть, вы вспомните. Если нет, то неважно. Я говорила, что вроде как есть немножко схожесть. Потом я полетела в Дубай. Там я уже первый раз в своей жизни попробовала Бакара-Руж в сих пор. И я хочу сказать, что да, они действительно похожи между собой, но здесь все-таки идет свое такое арабское направление. То есть все-таки они как бы отличаются. Но что-то вообще у них есть. Вот. И очень сильно пахнет сладкой ватой. То есть, ну, поначалу очень сильный запах. Тоже немного отдает сначала йодом. Но потом, когда оно чуть-чуть выветривается, оно очень сильно пахнет именно сахарной ватой. Вот. И это очень классный аромат. Он очень долго остается на коже. Я такие ароматы люблю. Я думаю, вы знаете. Вот. И получается пополнение в коллекции вот таким вот маленьким маслом. Это очень приятно. Вот такая у меня была распаковка. Пишите, может быть, что-то из этого вы пробовали. Может быть, вы что-то хотите попробовать. Так что переходим к следующей части этого дня. Так, друзья, нам тут дали попользоваться вот такой шайтан-машиной, которая очищает паром. Тут, правда, не совсем удобная насадка. Обычно там много всяких разных насадок идет. Но, в общем, это такая штука, которая очищает паром. У меня есть паровая швабра, но ей как бы только полы можно помыть. Вот. А вот этой вещью можно отмывать все. Вот. Загорела зеленая, значит, что можно мыть. В общем, я, правда, уже все отмыла, но я все равно покажу. Вот такая щеточка. Вот видите, моя идеально блестящая ванная. И, допустим, вы берете и вот так вот вот здесь нажимаем. Тут еще разные режимы. Вот можно посмотреть. Включаете и работаете. Что-то грязь какая-то вылезла. Ну вот так вот, короче. Вообще очень классная штука. Я хочу такую домой. Так, распаковочка кифлей. Нам приехала еда. Так, мои любимые шоколадочки. Все, давай дальше. Бананы. Еще шоколадочки. Киви. Помидорки. Чипчики. Чай. Российский, кстати. Вот такие конфетки. Еще чипчики. Чай-то йогурты. Шесть штук. Аптим Эль. Чай. Да, вот такие. Вмеша любит. Картошечка. Все. А еще одна картошечка. Да, и все. Так, ну что, друзья. Не очень много я записал сегодня. Вот, вы не расстраивайтесь. Скоро вас ждут новые влоги. А пока что поставьте мне обязательно лайк на это видео, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на меня. И мы с вами скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok